Итак, ребята, продолжаем разбирать шестой модуль, сегодня под боковкой Си. Пожалуйста, если мои видео вам помогают, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментарии, и я тоже с удовольствием захожу и смотрю на ваши каналы. Итак, перейдем к первому упражнению – vocabulary. Combine the words in the column. Use the words to complete the sentences. Скомбинируйте слова в колонках, используйте эти слова, чтобы составить предложение. Смотрим. Souvenir shopping – это делать покупки сувениров. Water skiing – кататься на водных лыжах, заниматься воднолыжным спортом. Hair rising rides – горки, от которых волосы встают дымом. Ну, скорее всего, это как аттракцион. B. Ой, извините, wave riding – кататься по волнам. Same park – тематический парк. А теперь перейдем к подбоковку B и посмотрим, как нужно было расставить эти словосочетания. I need a boat to go water skiing. You need. Тебе нужна лодка, чтобы заниматься в однолыжном спортом. Два. Number two. We've been on some hair rising rides at Elton Towers. Мы были на горках, от которых волосы встают дыбом в Elton Towers. Elton Towers – это такой тематический парк развлечений. Далее. Третье. I bought the scarf while souvenir shopping in Marocco. Я купил этот шарф в то время, как делал покупки сувениров в Марокко. Далее. Wave – четвертый и вставляем wave riding. Wave riding is one of the most exciting things you can do with a surfboard. Кататься по волнам – это одна из самых захватывающих вещей, которую ты можешь делать с помощью доски для серфинга. Пятое. Disneyland is a world famous theme park in the United States. Disneyland – это всемирно известный парк развлечений, тематический парк в Соединенных Штатах Америки. Итак, ребята, перейдем ко второму упражнению – на грамматику. Нам нужно дополнить предложениями выражениями has, have gone или has, have been в соответствующей форме. Ребята, давайте вспомним, что мы можем сказать have gone, когда ты куда-то ушел и до сих пор находишься там. Ты куда-то исчез, тоже have gone. Мы можем сказать have been, когда ты уже откуда-то вернулся. Да, тогда мы говорим ты был, have been, то есть ты где-то побывал. Итак, начинаем. Номер один. Where has the dog gone? Куда исчезла собака? Куда она ушла? Она еще не вернулась, поэтому has gone. Третье лицо, единственное число, вставляем has. Have you been abroad this year? Номер два. Ты был за границей в этом году, но так как, соответственно, ты уже вернулась, это been. Далее третье. Jane's not here. She has gone to her father's for the weekend. Jane не здесь. Она уехала к своему отцу на выходные. И мы вставляем has gone, потому что она еще не вернулась. Номер и has, так как третье лицо, единственное число. Четыре. James has been to the cinema three times this week. Джеймс был в кинотеатре три раза на этой неделе. Пятое. I have never been to America. Я никогда не был в Америке. Никогда не был, тоже been. Шестое. I feel much better now. My toothache has gone. Я чувствую себя гораздо лучше сейчас. Моя зубная боль ушла, исчезла. Ребята, да? То есть, исчезнуть – это has gone. Седьмое. I don't know where he has gone. Perhaps he is at the university. Я не знаю, куда он ушел. Возможно, он в университете. Итак, перейдем с вами к последнему упражнению, третьему, на аудирование, восприятие на слух. Listen and feel the missing information. Послушайте и заполните информацию. Итак, California Adventure Summer Camp – калифорнийский парк приключений, летний парк приключений. Да? Парк, в котором занимаются какой-то активной деятельностью, например, активными видами спорта. Итак, ребята, я расскажу вам вкратце, о чем было аудирование для тех, кто его не слушал. Мальчик звонил в лагерь, выяснит некую информацию по поводу того, может ли он в этом лагере быть и купить туда себе путевку. Он выяснил, что в лагере могут находиться дети с 12 до 17 лет, а ему как раз-таки через месяц исполнится 12 лет. Поэтому мы вставили с 12 до 17 лет. Он занимается водным серфингом, ой, извините, в лагере занимается водным серфингом, скободайвингом, посещают парки аттракционов и их учат там навыкам выживания. Да, лагерь длится с 15 июня по 25 сентября. Две недели лагеря стоят 500 долларов, четыре недели – 950. Ребята, на этом все. Пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте лайки, обязательно делитесь этими видео со своими друзьями. И всем спасибо и счастливо!